На Хабар 24 новости о событиях к этому часу расскажу я Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. Вероятное, второй в волне коронавируса Минздрав Казахстана подготовил почти 52 тысячи больничных коек. 15% из них реанимационные места. Об этом в интервью нашему телеканалу в программе Ерик Щек Кускарас рассказала вице-министр здравоохранения Ажар Гениад. Для оказания качественной и оперативной помощи в стране закуплено 2000 новых карет скорой помощи. Вице-министр напомнила о необходимости и дальше соблюдать личную гигиену и санитарные нормы. Согласно постановлению главного санврача столицы, непродовольственным рынком под открытым небом разрешено работать в выходные дни. При этом администрация должна организовать все санитарные условия и следить за порядком. Наша съемочная группа сейчас находится на одном из строительных рынков Мирсултана и выходит на прямую связь со студией моя коллега Сабина Балашкина. Сабина, добрый день. Удается ли предпринимателям соблюдать противоэпидемиологические требования? Гульнара на этом строительном рынке, расположенном на правой бережье столицы по улице Богин-Бай-Батыра, соблюдать санитарные нормы пока удается большинству. Говорю я об этом, исходя из информации, которую нам предоставили в администрации рынка. Они сообщили, что со времени, когда начались послабления карантинные, то есть 17 августа, когда им вновь разрешили возобновить свою деятельность, здесь на этом рынке предупреждения получили 5 предпринимателей, отмечу и 700. Причем повторно их предупреждать об этом не будут, а попросту оштрафуют. Сумма денежного взыскания составляет 25 тысяч тенге. У администрации рынка есть на это все полномочия, все в принципе прописано в соответствующем заключенном договоре. Что касается пеших посетителей, то их сюда запускают в масках и стараются измерить при помощи тепловизора температуру. Что касается тех, кто заезжает сюда на личном автотранспорте, их также проверяют на наличие у них средств личной защиты и также при возможности стараются измерить температуру. Но хочу отметить, что сегодня выходной и поток посетителей очень большой. По всей видимости, многие соскучились по этим покупкам. Да, и без этого всегда строительные материалы пользуются популярностью, достаточно востребованы. Ну, сейчас вы можете посмотреть за моей спиной, в принципе, многие посетители и кто здесь находится, все в масках. А вот тех, кто без них, в принципе, практически нет. Ну, может быть, пару, тройку, несколько человек. Но все-таки люди стараются придерживаться санитарных норм и как-то обезопасить себя, уберечь от вируса. Сейчас более подробнее про организацию этого торгового объекта узнаем у исполняющего директора строительного рынка города Нур-Султана Галамжана Шаланова. Галамжана, сколько мне известно, здесь на территории рынка расположено 900 контейнеров. Удается ли вам уследить за каждым, чтобы, в принципе, каждый соблюдал санитарные нормы? Да, на сегодняшний день мы полностью проводим работу, чтобы не нарушали санитарные нормы. Главного санитарного врача города Нур-Султан под номером 229 от 15 августа. С 17 августа строительный рынок работает в штатном режиме с 10 до 17 часов. Наши сотрудники администрации ежечасно проверяют торговые ряды на соблюдении санитарных норм. Бывает иногда покупатели заходят без масок, иногда снимают маски на территории, но здесь у нас уже ответственность несет тот же арендатор, который запускает его в торговое помещение. Были случаи, мы предупредительного характера сделали замечание, но в основном все соблюдают масочную норму. Сейчас, в данное время, все торговые наши объекты, ряды которые на улице, оснащены полностью антисептиками, масками, разметками. Также я хочу сказать, что в субботу-воскресенье крытые наши на территории торговый дом, административные торговые здания и павильон закрыты. На основании постановления главного санитарного врача, там пункт 4.6 и 4.5, мы соблюдаем. Только у нас в субботу-воскресенье работает на открытом лодке торговые ряды. Позвольте задать вам уточняющий вопрос, если, скажем, арендаторов вы можете оштрафовать, если они не соблюдают санитарные нормы. Скажем, как вы работаете с посетителями, которые, например, зашли на территорию рынка маски, а потом спрятали ее в сумочку или положили в карман? Мы видим последнюю работу, я вот до этого говорил. Арендаторов, да, действительно, сначала мы предупреждаем, потом уже несколько, второй раз уже меры принимаем, штрафные санкции. А покупателей мы не можем, потому что здесь, соответственно, в первую очередь ориентатор, который запускает, а покупателей мы предупреждаем в следующий раз, что не нарушали санитарные нормы на территорию рынка. Спасибо вам за подробную информацию. В завершение хочу еще раз напомнить, что в столице непродовольственным рынком под открытым небом разрешено работать с 10 утра до 5 вечера. И если вы решите посетить данный рынок и любой рынок, в принципе, в столице, не забудьте быть в маске, поскольку без нее сейчас никуда. Гульнара, на этом у меня все. Спасибо, Сабина, за исчерпывающую информацию. Я напомню, на одном из столичных рынков побывала наша съемочная группа и Сабина Балашкина. По Владарской области локдаун на этот раз распространяется и на понедельник, 31 августа. С учетом государственного праздника, дня Конституции, который в этом году выпал на воскресенье, понедельник также считается выходным. То есть в регионе три дня не будет курсировать общественный пассажирский транспорт. Запрет также касается работы торгово-разлегательных центров, парикмахерских и других коммерческих объектов, включая тренажерные залы, бани и сауны. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, данные меры приняты для минимизации контактов населения и профилактики распространения коронавирусной инфекции. Ведь именно в выходные большой поток людей отправляется за покупками, ездит в автобусах и трамваях. То есть существует повышенный риск заражения. Специалисты просят население с пониманием отнестись к принятым ограничительным мерам. За последние три недели в Павлодаре наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 14%. За последние сутки выявлено 7 новых случаев. В области продолжают работать 8 госпиталей. Сохраняется локдаун выходного дня, суббота, воскресенье. Но у нас 31-го, как вы знаете, будет выходным днем считаться, да? Поэтому эти запреты распространяются и на понедельник тоже. В субботу, воскресенье понедельник это будут выходные дни. Поэтому те запреты, которые были, они остаются. Это такие, например, как движение общественного транспорта, ограничение выхода на улицу лиц старше 65 лет, также работу в СПА, салонах, парикмахерах, салонах красоты, торговых центров, развлекательных, торговых домов, также запрет на выходные дни крытых рынков, продовольствиях, непродовольствиях. Ограничительные меры ввели и в Алматинской области. Там не будут работать крупные торговые центры, крытые рынки, салоны красоты, общественные бани, сауны, спортивные центры, СПА-салоны и аттракционы. А места общественного питания смогут принимать лишь до 30 человек и только до 10 часов вечера. Открытые рынки будут работать лишь до 5 вечера. Коснуться ограничения и туробъектов на территории Национального природного парка Кольсайские озера, например, можно будет находиться только в масках и соблюдая социальную дистанцию. За этим проследят члены мониторинговой группы и волонтеры. Если объект не относится к крупным торговым домам, если объект стоит отдельно от крупных, он может работать с соблюдением социальной дистанции и всех санитарных норм. Тем временем Европа прикладывает все усилия, чтобы не допустить второй волны коронавируса. Риски, по мнению экспертов, особенно велики в осенний период. В связи с этим в странах ужесточаются ограничительные меры. Так, в школах Испании носить маски в классах обяжут всех учеников старше 6 лет. А в Германии вводят новые штрафы в 50 евро для тех, кто находится без маски в общественном транспорте. Кроме того, запрет на проведение массовых мероприятий планируют продлить до конца года. Снимать ограничения и в других странах не рекомендуют ВОЗ. В организации отмечают, что за последние месяцы люди очень расслабились и почти не соблюдают элементарных мер безопасности. Не придерживаются социальной дистанции. В США обнаружили первый случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщили ученые Ельского университета. Ссылаясь на документ исследования, ученые подтверждают, что у 25-летнего пациента из Невады повторный тест на коронавирус показал положительный результат. Разница между первым и вторым ПЦР-тестом составила 48 дней. При этом во второй раз лечение болезни проходило тяжелее. Ранее ученые Гонконгского университета сообщили о первом случае повторного заражения коронавирусом в Поднебесной. Инфекцией повторно заболел 30-летний мужчина через 4,5 месяца после первого заражения. В августе 1991-го указом первого президента был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Казахстан, добровольно отказавшийся от ядерного оружия, с тех пор призывает мировое сообщество последовать такому примеру. За 40 лет на Семипалатинском полигоне произвели 456 взрывов. Тогда от последствий испытаний атомного оружия пострадало полтора миллиона человек. Ученые продолжают исследовать опасную территорию и в наши дни. 29 августа для Аркалыка Агыбаева, активного члена Международного антиядерного движения Невада-Семипалатинск, особый день. Мужчина родился и вырос в селе Кайнар. Говорит, что до сих пор тяжело вспоминать, как жители сел, прилегающих к полигону Абролинского района, насильно переселяли. Большая часть населения Абролинского района была переселена в Жарминский, Аяговский, Шубартауский районы и Карагандинскую область. Мне было всего 6 лет, когда мы переехали в село Скотовод Жарминского района. До сих пор помню слезы стариков и женщин. Тогда все казалось законным. Никто не объяснял, зачем и для чего все это нужно. Мужчина уже 20 лет борется с серьезной болезнью. По его словам, закрытие Семипалатинского ядерного полигона стало долгожданным и судьбоносным решением, которое жители ближайших к опасной территории аулов ждали долгих 40 лет. Каждая семья ощутила на себе воздействие полигона. Решение Нурсултана Назарбаева о его закрытии и отказе от ядерного оружия стало историческим событием. Люди были очень довольны и до сих пор считают это решение самым верным. 11 лет назад известный предприниматель, депутат областного маслехата Марат Курманбаев создал общественный фонд Абролы-Дегилен. Организация занимается поддержкой и оказанием социальной помощи людям, пострадавшим от воздействия ядерных испытаний. Сегодня закон о социальной защите населения, пострадавшего от ядерных испытаний, не действует в полную силу с 1997 года. Мы поднимали этот вопрос на каждой встрече и писали об этом в министерство и даже президенту. Надеемся, что в будущем в закон внесут поправки, которые будут направлены на улучшение качества жизни людей, проживающих вблизи полигона. Монумент сильнее смерти, мемориал жертвам ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, был открыт 29 августа 2001 года. Стелла высотой 25 метров символизирует атомный гриб, а под ней укрылась мать, спасающая в отчаянном порыве свое дитя. Этот памятник стал символом жизни, продолжения человеческого рода, наперекор всем невзгодам и бедствиям. Художник сумел выразить особый драматизм нашего времени, трагедию казахской степи. Асемутешева, берег Жубалайулы, Хабар, 24, Семей. Казахстанские военные медики вернулись из Ливана. Больше двух недель отряд специального назначения оказывал помощь местному населению в столице и еще в трех городах. Наши специалисты помогали в лечении хирургических, травматологических и терапевтических пациентов. Ежедневно врачебно-систринские бригады проводили осмотры, консультации и необходимое лечение. Всего военные медики приняли 630 больных, 70 из них прооперированы. Кроме того, военному госпиталю Берута казахстанской стороной передан гуманитарный груз, медикаменты и медицинское имущество. Ливанцы очень благодарный народ. Они, когда мы улетали, выражали огромную благодарность нам, Республике Казахстан и нашему президенту. Очень были довольны, очень радовались, что мы приехали. Миллиардер и основатель Теслы Илон Маск представил свой новый стартап Neuralink. Во время онлайн-трансляции он наглядно показал возможности продукции компании на свинье, в мозг которой был вживлен имплант. Каждый раз, когда животное что-то нюхает или к чему-то прикасается, то имплантированный чип реагирует на импульсы, которые видны разработчикам. Небольшое устройство размером с монету, по словам Маска, позволит в будущем лечить такие неврологические заболевания, как деменцию, паралич, болезнь Альцгеймера и другие. Также в будущем разработчики компании надеются, что имплантированные чипы можно будет использовать и для других функций – проигрывания музыки и общения с другими людьми. Предположительно, власти могут разрешить вживить первый имплант в мозг человека уже в этом году. И на этом пока все. Увидимся в следующем часе. Я напоминаю, не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова